Музыка Головой поднимали тебя, опускала голову, ты захватываешь шею, она поднимает тебя. Давней мечтой Сайфулы Абадиева было желание приобрести настоящего породистого скакуна. Однако кто знает, сколько зарабатывает сельский учитель, Сайфула ввез рук в одной из местных школ и сколько стоит хороший конь, тот сразу поймет, что такого мечту смело можно отнести, если не к категории несбыточных, то точно к числу труднодостижимых. Сайфула начал копить деньги, а когда, как ему показалось, накопил достаточно на маленького породистого же ребенка, стал ворошить интернет в поисках подходящего варианта и наткнулся на сайт известного на Северном Кавказе бизнесмена-селекционера Хасана Салпагарова из Карачаева, Черкесии. Неожиданно позвонил парень, уже после того, как мы провели аукцион, распродажа, все закончилось, через месяц примерно звонит парень, говорит, вот я слышал, что у вас распродажа, я говорю, распродаж уже нет. И он начинает, сколько будет стоить там жеребец, трех лет. Ну, поговорил, и тут в разговоре он, я ему говорю, я с ним гушетий, хотел бы приобрести карачаевскую породу, лошадь какую-нибудь. И он мне говорит, я продаю только трехлетнюю, и у меня цена высокая, минимальная у него сто тысяч на цену. Сайфула стал расспрашивать Хасана о жеребцах и сказал, что хотел бы купить одного из питомцев по сходной цене. Нижний порог этой сходной цены сразу дал понять нашему земляку, что жеребец ему не по карману. Но если вы думаете, что разговор двух мужчин закончился на минорной ноте, вы ошибаетесь. И он говорит, если ты действительно с ингушетии и тянешься к нашей породе, приезжай, я подарю тебе жеребца. Мне даже сначала было обидно, он даже не поверил. Он решил, что я шучу. Он еще раз перезвонил, он перезвонил, говорит, вы не шутите. Я говорю, нет, не шучу, приезжайте уже. Сайфула не поверил своим ушам и решил, что собеседник шутит. Но Хасана не думал шутить. Он пригласил молодого человека к себе в республику, и они вместе с отцом тронулись в путь. Строители нас шикарные, просто хорошо. Так, по-моему, не каждого встречают. Даже ротенька долгожданного так не встречает, я думаю. Очень шикарно встретили. Посидели, поговорили. После застолья пришла пора забирать жеребца. Хасан Салпагаров и здесь поступил великодушно. Хасан сказал, что ты можешь выбрать любого, которого захочешь. Ну вот стали смотреть, смотреть. А там все, глаза заплывают, все одинаково. Единственное было только белое, и ноги белые. Это единственное было среднее жеребец такое. Я не ожидал, конечно, не ожидал, что он может выбрать правильно. То есть он поехал, я ему дал право выбрать. Сам не поехал даже, отправил с помощником. Они поехали, выбрали. Он выбрал очень хорошего коня. То есть видно, что если даже он сам лично не занимался, то предки были лошадниками. Самое трогательное в этой истории то, что Хасан Салпагаров не просто сделал подарок. Он сказал отцу Сайфулы следующие слова. Вот там он сказал отцу, он у меня не просил лошадь. Он оказался счастливчиком, он сказал. Я подарил бы лошадь из 500 населения ингушей любому, кто позвонил бы и сказал бы, что ему нужна лошадь. В истории обоих наших народов, и ингушского, и карачаевского, был период, который сблизил нас так, как может сблизить лишь настоящая беда – годы депортации. К тому же у нас общая вера и похожие традиции. Несмотря на это, в наше жесткое время редко свечишь примеры бескорыстий и дружелюбия. Но история Хасана и Сайфулы доказывает, что жизни всегда есть место благородству. Главное – помнить о братстве и оставаться человеком. Изабелла Явлоева, Магомед Дедигов, канал Олив, Ингушетия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова